Ну а в Приморье будут производить топливо из подгузников. Да, и такое бывает. Соглашение о создании нового предприятия в Приморье сегодня подписали в Японии. Там сейчас проходит саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В нем участвует и приморская делегация. Такое бывает раз в год. Губернаторы пяти азиатских регионов за одним столом обсуждают вопросы делового сотрудничества и экономического развития. Из всех вопросов повестки саммита – самый острый предупреждение стихийных бедствий. По данным ученых, количество природных катастроф растет. В прошлом году японский город Кураюси, где проходил саммит, оказался в зоне сильного землетрясения. А тайфун Лайон-Рок прошелся по населенным пунктам Китая, Монголии и Приморья. Нам удалось в достаточно короткие сроки, по сути, за три месяца, практически завершить основной объем работ по ликвидации последствий тайфуны. Полностью устранить последствия. Мы планируем до конца сентября текущего года, имея в виду восстановление нормативного состояния дороги на столе. Глава Приморья отметил, что только совместные опыты сотрудничества позволят странам Северо-Восточной Азии оперативно предупреждать и ликвидировать последствия тайфунов, цунами и землетрясений. В частности, предоставлять гуманитарную поддержку и медпомощь. Это предложение одобрили все участники саммита и внесли в итоговую резолюцию. Экономический блок саммита — это четыре совместных документа о сотрудничестве. Так, из использованных подгузников планируют получать топливные гранулы. Вместо дров их можно применять в качестве отопления. Перерабатывать отходы, поступающие из Японии, будут на заводе Приморской компании в Надеждинском районе. Техническую поддержку производству окажут японские специалисты. Еще одно направление совместной деятельности — утилизация вторичной переработки отходов из стекла. Этим займутся Японский научно-исследовательский институт и приморские специалисты в области физики, радиохимии и радиоэлектроники. Ну и главная новость саммита. Весной следующего года в Приморье приступят к строительству российско-японского завода по производству экологичных автомобилей. Не обошли стороной туризм. Представители деловых кругов Японии и Приморья договорились наращивать темпы использования регулярной грузопассажирской паромной линии между странами. После всех встреч и переговоров в знак дружбы и сотрудничества губернаторы стран Северо-Восточной Азии высадили камелии. Это традиция. Далее участники международных делегаций прогулялись по парку Уцубуки. Сейчас в Японии в самом разгаре цветение сакуры. Все деревья усыпаны бело-розовыми бутонами. Виктория Лобецкая, Панорама.